Мы выбрали три всем известных сетевых магазина. Увиденное нас не шокировало. Кажется, к такой картине все уже привыкли. Покупатели и сотрудники без масок. У горожан на этот счет свое мнение. Маску носит тот человек, который болеет. Для чего маску нужно? То есть покон веков так было. Решение губернатора тоже незаконно. В Конституции написано, что я имею право сама лично выбирать. Это мое личное здоровье. Могу носить я маску или нет. Я вообще против того, что нас заставляют носить маски. Чаще всего покупатели надевают маски только перед кассой, чтобы соблюсти досадную формальность. Не работают даже жесткие правила ритейлеров. Сотрудники магазинов признают, во многих организациях уже ввели систему штрафов и наказаний для работников. Ну, нас лишают премии, во-первых, это раз. Во-вторых, сразу же пишут жалобы на нас. Это вообще очень серьезно. Две нюансы, жалобы поступали и нас страховали. Вот только даже те, кто носит маску, вряд ли уберегутся от заразы. Многие открывают нос или даже просто спускают средства защиты под подбородок. Да и о регулярной смене накладки на лицо помнят далеко не все. Специалисты напоминают, маску нужно менять каждые полтора-два часа, иначе средство защиты само начинает нести угрозу для жизни и здоровья. В теплой влажной среде под маской – идеальные условия для развития грибков и бактерий. Также запрещается поправлять маску и прикасаться к лицу. Медики рекомендуют менять нетканные респираторы каждый раз после снятия. Но позволить себе покупку пяти-шести одноразовых масок ежедневно могут не все челябинцы. Если бы все как следует их носили, конечно бы, может быть, это чему-то поспособствовало, уменьшению, например, количества заболеваемых. Но не в нашем случае. На это нужны деньги. Откуда деньги у бедных студентов? По решению городских властей в розничных магазинах Челябинска стартовали официальные проверки соблюдения масочного режима. С нарушителями проводят профилактические беседы и рассказывают о недопустимости обслуживания посетителей без масок. Инспекции будут проводиться в ежедневном режиме. Иван Абросимов, Андрей Грещук, 31 канал. Продолжение следует...